Уникальность ситуации Новороссии в том, что здесь сломана старая государственная машина. И самое время строить новую. Когда стреляют танки, законы не работают. Большая часть старой государственной машины продолжает, к сожалению, работать. Это к тому, что никто не пришел в новую. В частности, у нас есть секты. Это в персоналии, значит, была врасть, ориентированная врасть, сидит всякая врасть государства, как мы коммунисты знаем, это машина подавления насилия. Врасть, которая здесь была, она сидела на силе украинской армии. Ключевой вопрос всякой врасти, это тот вопрос, на чьи штыки она опирается. Если не будет штыков, не будет специальных отрядов вооруженных людей, то не будет и государства, это будет коммунизм. Раз есть государство, есть вооруженные люди, на которых это государство опирается. До этого это государство опиралось на СБУ, на ВСУ, на, ну, на украинские, короче, скажем так, как сейчас говорят, силовые структуры. Сейчас на кого опирается государство нынешнее Новороссия? На чьи штыки? А я вот даже, вам знаете, как-то сейчас затрудняюсь ответить, по той простой причине, что у нас сейчас фактически в каждом городе стоит государство. Во многом на российские, во-первых. Россия, хотя, может быть, я не хочу сказать, что здесь российские дивизии, но Россия здесь довеет экономически. Может быть, и здесь у вас тоже не какая-то полная, допустим, информация, но в Андроците, в Простном Уче стоят казаки. У них свалялось, они не признают, например, да? Не знаю, насколько признают, не признают, как не признают. Тьфу, так это ж азы. Если бы совсем не признавали, то, я думаю, их бы там заравняли артиллерии. Понимаете, вот когда к нам приезжали в октябре сюда Каяки, он сейчас представитель народного совета со своими товарищами, у него прямиком в лицу спрашивали люди, а вы вообще понимаете, что у вас реальная власть в одном городе, в Луганске? Я Макчевский чья? Ты гадопризрак. Ну, так вы гадопризрак, вот вы гадопризрак. Ну? И шо? И шо? И шо? И шо? Ну так вопрос-то не в том, что кто-то нас давит, а вопрос-то в том, что не знаю, с чего делать. А решение кто принимает? А кто принимает? Политический. Депутаты городского совета. Депутаты городского совета, ну, слушайте, но если соберутся люди по предприятию. А вторый гадопризрак выполняет исключительно военные задачи. А вот это вот, так сказать, то, что есть какие-то военные, которые вне политики, это вообще грубейшая политическая ошибка для коммуниста, не обижайтесь. Армия – это самый политический инструмент. Я говорю сейчас не себе. Это такое вообще принятое мнение среди руганских коммунистов, о, арксевских коммунистов? Нет, не коммунистов. Ну, как армия, ну, как вот чисто, что значит чисто военные задачи? Самые политические задачи здесь выполняет бригада призрак. Самые политические. Что такое политика? Это я понимаю. Это вы понимаете. Ну, посмотрите везде интервью комбригера. Он везде говорит, что я исключительно военный человек. Это было бы странно. Пожалуйста, не втягивайте меня в гражданские какие-то вопросы и дела. Правильно, потому что… Я здесь не для этого. Правильно, потому что пример известных лиц, он, так сказать, ну, это, ну, так сказать, лично про себя, товарищ Мозговой может говорить что угодно. Но мы должны понимать объективную роль, которую играют вооруженные силы в любом государстве. Объективную роль. Армия вне политики – это не для коммунистов. Да нет, здесь как раз вот я, извините, что вмешаюсь, значит, это, вот, как вы правильно сказали, что государственный аппарат насилия. Так вот, проблема в том, что, собственно, вот все эти новоросские структуры, ну, за некоторым исключением, они роль вот этого аппарата насилия не играют. И поэтому, например, когда, скажем, встает задача, например, тоже в самом Толчевске, где мы находимся, скажем, организовать там пошивку камуфляжа или еще чего-нибудь, то люди просто боятся это делать, потому что не боятся вместе со стороны Киевской Хунты. Потому что вот тот аппарат насилия, он реально существует, он реально действует. Здесь? Да. Другие, они здесь боятся. Боятся, боятся, ну, чего угодно, вот и барабашек боятся. У многих там семьи на той стороне, родственники. То есть, если сказать, что там с ними происходит. Грубо говоря, Порошенко боятся больше, чем Мозгового. И поэтому, соответственно, вот даже и здешние чиновники, вот эти здешние депутаты, они очень многие, как бы, держат нас по ветру, ориентируются на Киев. И в случае чего они просто... Понимаете, вот он правильно изначально сказал, что размерами и значения. Если бы эта ситуация случилась на территории всей Украины, был бы другой Калинкор. Ну, тогда бы говорили, что из России там капиталисты придут. Ну, это... А в России говорили, что в Америке вот капиталисты, у них авианосцы есть, и ядерные заряды, там, высокоточные ракеты. Ну, так нельзя тоже рассуждать. Надо делать на своем месте то, что делается. Значит, вот все-таки вот все эти депутаты и так далее, вот откуда они взялись, эти депутаты? Вот как их избирали? Вот надо все-таки вспомнить, с чего началась-то советская власть. Вот советская власть началась у нас... Ну, а там много было очагов советской власти в ходе первой русской революции. Вот как зародилась советская власть? Вот государственная власть – это аппарат насилия, да? Вот с тачком, скажем, на заводе – это не есть государственная власть. А как вот в Иванове произошел вот этот вот качественный скачок? В Иванове началась всеобщая стачка. Заводы встали. Люди заводов, они пучковались, как сейчас говорят, на берегу реки Тарка. И вот они там стояли кружками, каждый от своего предприятия. Значит, ну, ходили люди от кружка к кружку, и они решили создать общегородской такой совет. Но тогда этот совет еще не имел вот того значения, которое оно потом приняло. Значит, совет просто куда войдут представители всех стачкомов с предприятий. И в чем тут главная фишка? Чтобы переговоры вело не каждое предприятие с каждым капиталистом, не каждый с каждым, а чтобы переговоры вели все со всеми. И вот когда было это решение принято, и вот был создан первый совет, в честь которого там памятники и так далее сооружены, вот это вот и был тот качественный скачок, который произошел от стачкома к власти. Но это, конечно, Ивановский совет в рамках Иванова. Ну, конечно, нельзя сказать, что это была государственная власть. Но он уже, будучи созданным на территории, он уже начал решать задачи по обеспечению правопорядка. Там виноторговля была закрыта, там капиталисты напрягались, там всякие общительные нужды надо было выполнять. Вот совет от 72 дня продержался, примерно столько же, сколько Парижская коммуна. Хотя вот с Парижской коммуной некоторые наши левые носятся, как бог знает с чем. А Ивановский совет это более продвинутый, это уже следующая итерация, так сказать, в построении диктатуры пролетариата, и намного более действенная. Вот это вот суть вот этого совета. И там уже создать дружину, ее вооружить охотничьими ружьями, это уже была вторая задача. Ну, конечно, как пошла на Иванова армия, как тут рабочие уже сами почувствовали, что им есть нечего, тут это все дело, так сказать, замерзло. Но вот все-таки вот в этом вот и есть то вот самое зарождение, о чем мы сейчас говорим. И вот если вот здесь бы, а здесь, так сказать, вот какая военная сира, вот вы говорите, люди, ну страх, конечно, это да. Но вот какая военная сира, какая полиция способна здесь помешать рабочим выбрать совет, выбрать фабзовком и своих представителей послать в городской совет? Нет такой военной сиры. Да никакая. Нету. Значит, может начать действовать совет представителей предприятий. Может, но и начнет. Почему? Потому что я же вам уже сказал, что сейчас каждый из рабочих очень держится за свое рабочее место. Ой, не говорили бы вы за каждого. Во-первых, рабочих мест, за исключением Арчевского комбината, как я понимаю, сейчас почти нигде и нет. Во-вторых, на Арчевском комбинате какой процент сейчас получает хоть какую-то зарплату, хоть эти доли, тарифы несчастные? Ну я же не говорю, кто остался на графике по 12 часов, кто был переведен на график по 2 дня рабочих в неделю, кто ушел по собственному желанию в неоплачиваемые отпуска. Поэтому сейчас я вам так вот эту долю не нарисую. Да, то есть по сниму не цеха. Ну это же доля в любом случае. А есть ли люди и на Арчевском комбинате, которые, так сказать, не к федерату, которые ничего не получают? Сколько там работают? 20 тысяч было на Арчевском комбинате? Ну вот, значит, 12 тысяч. А, ну так вот вы долю и назвали превосходно. То есть, значит, 8 тысяч вообще за бортом, 12 тысяч получают. Танюш, сколько там Наталья твоя получает в месяц? Ну, когда завод работал, у нее получалось 4 грязными, ну где-то... Да нет, когда работал, мы на то не говорим. Сейчас сколько? 600-700 гривен. 600-700 гривен. Сколько там курс? К 2 гривен? Какой курс? К гривен их рублю. Ну что, шутите? К 5. Ну, пополам получалось. 600-700 гривен. Что вы говорите? Тысячу рублей даешь? Я вот сегодня меня. Тысячу рублей – это 500 гривен. 450. Ну да, один к двум. Сегодня 450. Значит, 600... Сколько там? 700 гривен – это меньше полутора тысяч рублей в месяц получает. Это что, такая сумма, за которую надо вот так вот? А остальная часть не получает вообще? Да как вот, во-первых, есть остальная часть. Бюджетники тоже не получают. Во-первых, есть остальная часть. Во-вторых, есть опахченцы. Из арчевского комбината опахченцев наверняка там не один десяток и не одна сотня. Есть такие, которые тоже вообще, говоря, на это наплевать. Потом, среди тех 12 тысяч даже, которые работают, ну, я не поверю, даже по закону больших чисел, что там нет десятка другого человек, которые все-таки достаточно смелые. Вот не надо говорить за каждого. Говорите, каждый рабочий боится. Ну, не каждый. Ну, не бывает такого, чтобы каждый. Статистика все-таки есть. Там есть всякие статистические выбросы, эксцессы и так далее. Вот, это самое. Это не каждый. Вот нам надо думать, как вот тех вот, кто не боится, свести, познакомить там может, то, сё. И чтобы вот это пошел процесс. Вот надо семя вкинуть. Семя прорастет. Почта тут благодатная. И это у семени здесь никто не помышает расти, никто не затопчет росток. Нет здесь военной силы, которая затопчет этот росток, как, скажем, было на выборском СБК. Хотя на выборском СБК там тоже, так сказать, было не все так, как надо, но это уже другой вопрос. На выборском СБК там затоптали. Здесь никто не затопчет. В коммунистической организации есть рабочие с арчевского комбината? Да. Есть. Вот надо, так сказать, может как-то с ними встречаться. Вот на этой ночи, может быть, мы и завершим. Потому что уже много поговорили, уже устали, вроде все сказали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok